Премьер-министр Теймир Сареев более подробно рассказал о преференциях для Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе. Страна получила льготы по 166 товарным позициям на 5 лет. Премьер также поручил Минтруда усилить работу по поведению граждан Кыргызстана из черного списка ФМС России. Большая часть кыргызстанцев поддерживает вступление Кыргызстана в ЕС. Они ждут послаблений для мигрантов. Большую работу в этом направлении должно провести Министерство труда, миграции и молодежи. Ему поручено провести среди населения разъяснительную работу по вопросам трудовой миграции. И усилить работу по выведению наших граждан из черного списка ФМС. По мнению Сареева, на сегодняшний день из всех республик ЕС у Кыргызстана самые лучшие показатели экономики. По его словам, по итогам четырех месяцев 2015 года рост ВВП составил 7%, а уровень инфляции – 2%. При этом уровень инфляции во всех трех странах, участницах ЕС, на сегодня выше планируемого, сообщил премьер. «Мы должны думать о том, чтобы сохранить эти показатели. Национальной стратегией устойчивого развития установлен ежегодный рост ВВП на уровне 7%. Мы должны соблюдать эту норму. Поэтому поручаю Министерству экономики и другим госорганам разработать антикризисную программу. На следующем заседании правительства мы ее рассмотрим. Самый важный вопрос – стабилизация экономики. Нужно удерживать доходную и расходную части бюджета в рамках тех параметров, которые были утверждены». Министр экономики Олег Панкратов в свою очередь представил Кабмина ратифицируемые документы, который единогласно их одобрил. По его словам, парламентские комитеты начнут рассматривать их 18 мая, а Джоркенеш – 20-го. Кроме того, правительство создало оперативный штаб по вступлению страны в Евразийский экономический союз. Зарема Мусаева, Азамат Кыдыр Тоқтоев, Общественный Первый канал.